Для царусского психоневрологического дома-интерната гэта посудна си-звычайный день. Сегодня тут проживаючь каля ста человек, які маючь отхиленью здоровьи. Почас приезду у дзенников акций «Рабись добро просто», некто проводив вольный час каля телевизора, некто у гуртку працовной реабилитации. Лятым проживаючий займаецца доброапорадкованием территории и працуюсь на прасядебном участку. Зимой основны на керунок занятки творчей дейностью. Часка саморобных вырубов будя реализована уже на кермаше пешего снежня, у делу, яким установа приме обовязкова, гэта в свою чергу дае подставу очувать себе потребным громадству. Хвороба не шкодуе никога. Сирот проживаючих у царусском доме-интернате есть и былые наставники, и будовники, и навыд один дипломат. Задача установы – не только оказать необходимую медицинскую допамогу, а лей и примагчимаси, допамагчай адаптироваться до самостоянного життя у громадства. По этой причине, с минулого года у царусском психоневрологичном доме-интернате реализуется международный проект «Голос сердца». На протягу практично двух годов некаких проживаючих выучают разные дисциплины – от математики до основ компьютерной письменности. У администрации кажуть, што поспехи есть, и навыд плануюць набыць для найбольши здольных компьютер с доступом у интернет. А прачатаго, калю все отримаецца, у наступном годе трёх проживаючих накеруюць на учобу у Гомельской быдавничей лицей. Змакчымасцю наступного проживання у городе – гэта веньма мощный стимул. Занимаюсь и бисером, занимаюсь кружками, стараюсь убираться, парадок наводить, вышивать крестиком. Инструкторам всё помогают делать, учиться стараюсь, писать. Для проживающих Терусского дома-интерната, Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыша» и Гомельская епархия привезли подарунки и подрактовали концерт народных ансамблей славянской и казахской песни. Задача акции – рабить добро просто, притягнение уваги громадскости до проблем людей с инвалидностью. Это масштабный проект, а тому, казаться по его завершению, я ещё рано. Причём упали сроку областной организации Белорусского товариства «Червоного крыша», не только проживаючи у социальных установок. У нас проведено очень много мероприятий, и волонтёры принимали участие, и оказывали помощь по уборке в домашних условиях людям, на приусадебных участках, ну и различную другую помощь, которая необходима была подопечным.